Всем buenos dias! Ну что, в данном видео, наконец-таки, я собралась рассказать свою историю изучения испанского с нуля до уровня C1, до достаточного уровня для того, чтобы учиться в университете достаточно комфортно, и для того, чтобы успешно его закончить. Даже если вы активно следите за всеми моими соцсетями, кстати, подписывайтесь на меня во всех социальных сетях, даже если вы как-то частично уже читали эту историю, это видео все равно будет для вас актуальным, интересным, потому что здесь я расскажу некоторые моменты своей истории, о которых я еще никогда до этого не рассказывала, плюс это будет прям полная история, полностью с нуля до конца, так сказать, прям до 2023 года. Да, мы даже немножечко затронем то, что было после того, как я начала учебу в Испании. Плюс это видео я вообще построила, основываясь на ваших самых часто задаваемых вопросах, то есть здесь я расскажу и про учебники, которые я использовала, про своего преподавателя, преподавателей, про школы, в которых я училась. То есть это 100% будет интересно, если вам интересен испанский язык. Для вашего удобства я сделала видео-тайм-коды, потому что история длинная, она не может быть короткой, и видео, скорее всего, тоже будет достаточно длинным, так что наливайте чай, берите вкусный. Если кто-то еще смотрит YouTube без еды, не знаю. Чай — это если у вас осень, если у вас лето, как у меня, 28 градусов, то можете водичку пить. Очень многие меня спрашивают, почему ты решил учить именно испанский, а не какой другой язык. И также многие думают, что я начала учить испанский, например, в университете, и после этого я влюбилась в Испанию, благодаря изучению языка, и, собственно, вот я здесь. И так у многих бывает, но на самом деле у меня все получилось наоборот. В 15 лет я влюбилась в Испанию. О том, как я влюбилась в Испанию, вы можете узнать в моем большом видео про переезд. Я оставлю подсказку, но не волнуйтесь, сейчас пока не перегоните, не уходите никуда, дослушайте эту историю до конца. И в конце видео я вам еще напомню про свое видео про переезд. Оно классное, такое очень мотивационное. И там вы как раз-таки сможете узнать, почему я влюбилась именно в Испанию, и как я оказалась в Валентии. В 15 лет я жила в маленьком городе под Воронежем, и я понимала, что если я хочу жить в Испании, значит, мне нужно учить испанский язык. Но сначала в 15 лет мне было страшно учить, я не хотела браться, браться, браться за новый язык, потому что у меня еще тогда проблемы были с английским. И какое-то время, ну, я просто думала, когда-нибудь я буду учить испанский. И все-таки в 17 лет я не выдержала, мне очень хотелось как-то вот связать себя с Испанией, начать уже хоть что-то делать для того, чтобы там через несколько лет оказаться в Испании. И я начала самостоятельно понемногу разбираться в языке, я нашла какие-то видеоуроки на YouTube, начала смотреть их. Не могу посоветовать эти видеоуроки, потому что, во-первых, я уже не помню, что это за уроки были, во-вторых, они были не очень, если честно. Ну и вот эти самостоятельные попытки разобраться в языке на самом деле были не самыми удачными, потому что я, во-первых, училась тогда уже во втором полугодии 11 класса, я активно училась в школе, активно готовилась к ЕГЭ, у меня были каждый день репетиторы, поэтому как-то время на испанский не получалось находить. И плюс к тому самодисциплины у меня было 0 в 17 лет. Ну ладно, она чуть-чуть была, но недостаточно хорошая, недостаточно развитая, поэтому, конечно же, там один видеоурок я смотрела 3 дня, или там 3 недели. Тем не менее, благодаря вот этим первым шагам я узнала, как называются дни недели на испанском, всякие местоимения, ну вот знаете, вот эта вот база. Но я никак не могла запомнить формы глаголов, вообще у меня вот эта вот не оставалась в голове, как бы я не пыталась это запомнить. Ну и очевидно, самостоятельное изучение никогда не включает в себя настоящую практику языка с реальными людьми, поэтому там о том, чтобы пытаться говорить с кем-то на испанском, я даже не упоминаю этого. Тем не менее, когда я закончила школу, вот я помню, летом 2020... Нет, 2018 года, я тогда гуглила всякие прикольные фразочки на испанском, просто, знаете, красивые цитатки, и я выписывала их на бумажечку и клеила эту маленькую бумажечку себе на обратную сторону телефона, вот туда, где у меня сейчас 5 евро лежит и билет для метро. У меня вот здесь была бумажечка со всякими мотивационными фразочками на испанском, я их постоянно читала, постоянно вместе с друзьями, там, смотри, что знаю на испанском. Было прикольно. Когда я поступила уже в университет, переехала в Воронеж, начала искать всякие языковые школы для того, чтобы учить испанский, собственно говоря. На тот момент, в 2018 году, онлайн-образование совершенно не было развито, поэтому я просто сразу пошла искать какие-то школы, нашла одну какую-то школу испанского, пошла ее искать, чтобы там задать вопросы, посмотреть вообще, как школа выглядит, познакомиться с препятавателем, спросить, есть ли у них начальные группы, и я пошла ее искать, и я ее не нашла. Я прям помню, что я ходила вокруг вот этого района, он там был рядом с моим домом, и я не нашла школу, я просто ушла ни с чем. И я вот сейчас рада, что в итоге я не попала в эту школу. Я рада, что все сложилось так, как сложилось. После этого я не помню точно почему, но я как будто бы на какое-то время забила на эту идею, то есть я подумала, а может быть мне, в принципе, не так уж и сильно нужен испанский, может быть мне не надо учить. У меня, наверное, какая-то вот вера в себя пропала, и я забыла про эту идею. Ну и я перестала как-то искать преподавателей, там школы. Но моя тетя, которая знала, что я хочу учить испанский, она мне скинула запись ВКонтакте от одной языковой школы. Они там поместили объявление о том, что идет набор в группу для начинающих, прям с нуля с нуля по испанскому с преподавателем-носителем. Точнее, это был даже не набор в группу, а это было пробное бесплатное занятие, на которое можно было прийти, посмотреть формат, и потом, если тебе понравится, ты можешь записаться на занятия. Ну, я, естественно, заинтересовалась, потому что мне было очень интересно пойти просто вот из... Я была из тех людей, которые слетаются на бесплатное, наверное, вот так вот. Я хотела сходить, мне было просто интересно, прикольно посмотреть, посмотреть, насколько вообще я знаю испанский. Я записалась в школу просто из интереса, у меня не было как-то настроя именно записываться на занятия после этого пробного урока. И вот, 25 сентября 2018 года я пришла в эту школу, я помню, я опоздала на урок по-испански. Я помню, я прям захожу, и там уже все что-то как-то разговаривают, и я захожу и говорю по-русски, и мне преподаватели отвечают на испанском, и как-то мы вот так разговариваем, и я понимаю, что он не говорит по-русски, ну, он чуть-чуть говорит по-русски. Я думаю, а как мы будем учить язык, если он не говорит по-русски? Сейчас я уже понимаю, какой кайф, что он плохо... Нет, на самом деле он знал русский, но он его принципиально не использовал на уроках, потому что так и надо, блин. Ну и вот я сижу, думаю, как мы будем учить язык, если он не говорит по-русски? Потом я поняла, как. Вот у нас было занятие полтора часа, и за эти полтора часа все мы участники вот этой вот группы с уровнем А0 в испанском, мы все время говорили на испанском, и это было великолепно. У меня такой восторг был, потому что вот ты приходишь, ты знаешь, там, не знаю, 30 слов, потом тебе дают, ну, просто какие-то фразы еще дополнительные, там, чтобы знакомиться, ну, знаете, вот эта классика. Ты их читаешь, и все, ты говоришь на испанском, ты вот прям практикуешь эти фразы, не знаешь что-то, пытаешься объяснить как-то по-другому, пытаешься показать на что-то. Ну, то есть ты просто пытаешься выкрутиться из этой ситуации, и не впихиваешь русские слова в предложения. И так и надо, так и должно быть. Кто занимался со мной английским, кто участвовал в моих разговорных клубах, что по английскому, что по испанскому, те знают, что у меня подход точно такой же. Несмотря на то, что я говорю по-русски, на моих занятиях, на моих клубах практически нет русского языка, потому что вот я украла вот этот вот формат, ну, не то, чтобы украла у него этот формат, потому что это многие преподаватели так делают, и это совершенно правильно. То есть мы всегда говорим на языке, который мы изучаем. У ученика не должно быть вот этой вот опции сказать что-то по-русски. То есть он должен тренироваться, изъясняться на иностранном языке, чтобы потом в реальной жизни, когда у него действительно 100% не будет возможности сказать что-то на русском, потому что носители не будут его понимать, чтобы человек уже был натренирован. Как я сказала, изначально я шла в эту школу без настроя на то, чтобы записываться на занятия, но в конце этого пробного урока я записалась. Могу ли я посоветовать эту школу тем ребятам, которые живут сейчас в Воронеже, хотят изучать испанский? Нет, потому что эта школа уже закрыта, ее уже нет. Я ходила на испанский два раза в неделю, занималась в группе из трех человек. Мы занимались по учебнику призма. Не могу сказать, что я прям порекомендовала бы этот учебник, потому что меня часто спрашивают, какой учебник я могу порекомендовать. На самом деле я никакой учебник не могу порекомендовать, потому что у меня нет восторга, нет одного учебника, с которым я бы занималась. У меня есть восторг от преподавателя. А учебники, ну просто учебники как учебники. Мой преподаватель носитель, но он не профессиональный преподаватель. Он прошел курс преподавания испанского как второго языка, как иностранного языка, но он по образованию, именно по высшему, он программист. Но преподавал он очень-очень-очень классно, То есть у меня были разные преподаватели, что по английскому, что по испанскому. Я чувствовала это качество преподавания. По программе мы шли достаточно медленно, мы никуда не торопились, но это было очень классно. Мы всегда разговаривали на уроках, только мы что-то год изучили, вперед использовать это в свои речи, вести какие-то беседы. Шли мы по программе медленно, но зато вот мои пассивные знания соответствовали моим активным знаниям. То есть все, что я знала, практически 95%, я могла использовать в свои речи, и это прекрасно. Через 9 месяцев, в 2019 году, летом, я поехала в испанскую школу в Барселону, чтобы ходить там на уроки испанского. Школа называлась Enforex. Это был очень классный опыт, он помог мне очень быстро перейти с одного уровня на другой. У меня было 20 часов испанского в неделю, я очень много практиковалась с носителями. Просто когда выходила на улицу, и благодаря этому очень классно прокачала свой язык. И программа в этой школе была очень интенсивной. И вот сейчас я расскажу то, что не рассказывала никогда. Программа в этой школе была не просто интенсивной, она была непосильно интенсивной для обычного среднестатистического человека. Я вот училась в этой школе в Барселоне, потом я еще общалась с несколькими ребятами, которые учатся здесь, в Валенсии, в языковых школах. И на самом деле, у меня есть подозрение, что такое происходит в большинстве языковых школ, именно вот испанских школ в Испании. Я понимаю, почему так может происходить. Во-первых, потому что очень много уроков в неделю. Во-вторых, потому что это языковая среда. И в-третьих, потому что бывают люди, которые приезжают, например, на две недели только учить испанский. Хочется, чтобы люди, которые приезжали даже на две недели, очень многое узнали за эти две недели. Есть еще, я думаю, многие знают про такие программы, когда ты вот прям приезжаешь, ты год учишь испанский в языковой школе, находясь в Испании в языковой среде. И через год ты можешь поступить в университет с этим вот уровнем, до которого ты дойдешь. И на самом деле, я, если вы хотите знать мое мнение, я не могу сказать, что это прям невозможно, но это будет очень тяжело. Даже когда вы поступите в университет, после такой программы, если у вас есть такой в планах, скорее всего, вам еще понадобятся уроки испанского во время учебы. Я думаю, что большинство, кто понимает примерные сроки изучения языка, даже в языковой среде, со мной согласятся. Но, возможно, скорее всего, также будут люди, которые не согласятся со мной. Кстати, если у вас вот есть такой опыт именно изучения испанского в Испании для подготовки к университету, можете написать об этом в комментариях. Прям очень желательно, очень было бы здорово, если бы вы написали, поделились своим опытом. Желательно, да, чтобы опыт был ваш, а не там, например, друзей, знакомых друзей и так далее. В общем, я считаю, что это жесть. И я вам сейчас просто расскажу про свой опыт. Когда я приехала в Барселону, в Воронеже, мы еще до сих пор занимались по книге А1. Но я уже очень хорошо говорила. Как я сказала, я умела использовать вообще все, что я изучала. Плюс я очень много занималась дополнительно, слушала какие-то песни, смотрела что-то. То есть у меня уже и словарный запас был хороший достаточно для моего уровня. И когда я прошла тест в этой школе, в том числе устный, меня отправили в группу А2. За шесть недель в этой школе мы прошли весь учебник А2 и треть учебника П1. За шесть недель. Можно сказать, ну ты же находишься в языковой среде, там проще учить язык. Да, но это не отменяет того, что все вот это вот информация. Вы прикиньте, вы знаете, как выглядит учебник. Вы понимаете, сколько там информации, сколько там грамматических тем. И это все нужно впихнуть в свой угол. И не просто это нужно запомнить. Это научиться нужно использовать. Потому что зачем еще нужно учить язык? Зачастую мы приходили, например, даже по две грамматические темы в день. За вот эти вот шесть недель мы прошли два прошедших времени. Будущее время, Futuro Simple. Мы прошли Con I Thion I. Мы начали изучать Subjuntivo. И это вот все, что я сейчас помню. Но на самом деле там было намного больше. Но даже это, для шести недель, это очень много. И вот, кстати, Subjuntivo, я вот в Испании его так до конца и не поняла. Мне показалось, что я его поняла. Потом оказалось, что я его не поняла. И потом у меня мой преподаватель в Воронеже уже нормально его объяснил, блин. И вот если мой преподаватель в Воронеже делал акцент на практику, мы всегда практиковали все, что мы изучали именно благодаря этому. Помните, я говорила, что я никак не могла запомнить формы глаголов, когда я изучала их сама? Формы глаголов я запомнила после первого же занятия с этим преподавателем в Воронеже. А здесь же, да, мы много практиковались на занятиях, но этого времени недостаточно для того, чтобы попрактиковать абсолютно все темы. Я только-только уловила, что такое имперфекту, и мы уже Subjuntivo изучаем. Ну извините. Я общалась с ребятами в этой школе, многие говорили, что вообще не понимают, что происходит. Но они на самом деле и не парились. Я парилась, я прям переживала. Переживала из-за того, что я ничего не запоминаю, из-за того, что у меня недостаточно практики. Солнце, можно немножко стабильности? У меня так свет скачет. Я помню, я даже на одном из занятий чуть не заплакала, мне было так грустно. И потом после этого занятия преподавательница подошла ко мне, спросила, все ли мне нормально, хочу ли я с ней чем-то поделиться, спросить. На самом деле, преподавателю у меня нет претензий, потому что тоже я общалась с одной девушкой, которая работает здесь, в Валенсии, в школе испанского языка. И понимаю, что, ну это как всегда, есть программы, которые преподаватели должны следовать. Но кто хорошо меня знает, тот знает, что я зануда и душнила, поэтому, конечно же, я не могла это оставить просто так. Конечно же, я прям залучивала все, что мы получали. Если я не выжиму из этой школы максимум, то, ну зачем я вообще тогда ехала в Испанию? Поэтому я прям садилась, открывала свои конспектики. Фиеста, фиеста потом. Сейчас я должна разобраться в своих конспектах, попрактиковать. У меня на стене висели там миллиард форм глаголов. А вот я еще сейчас вспомнила вот эти всякие. Императиво, императиво-негативо тоже там было. Я прям сейчас вспомню, как у меня на стене вот так висели эти формы глаголов, и вообще их не могла запомнить. Чтобы вы еще лучше поняли, насколько я душнила и зануда, в этой школе можно было сделать экзамен, сдать экзамен. И это было необязательно. То есть, как бы, если хочешь, можешь сдать. И никто из моей группы не хотел сдать, потому что, ну, кто будет сдавать экзамен по собственной воле, по собственному желанию? Я. Я подумала, мне поставят, как бы, да, результат, но это не то, чтобы оценка. И даже если завалю этот экзамен, у меня ничего не будет. И мне просто интересно попробовать... Я не понимаю, что сегодня со солнцем происходит. Со солнцем. Со солнцем происходит. Я извиняюсь. Поэтому я решила попробовать сдать этот экзамен. Это был экзамен на уровень B1. И я его сдала. И у меня был результат 65 из 85. Что вообще очень классный результат, с учетом того, что вот это был экзамен на уровень B1. И я на тот момент по учебнику B1 занималась две недели. А когда я приехала в эту школу, я вообще думала, что у меня уровень А1. Поэтому, ну, прям, молодец. Я потом хранила вот эти бумажечки с этим экзаменом. Я потом читала, конечно, много было ошибок в грамматике. Но, тем не менее, более-менее я уже понимала, куда, какие формы у кого вставлять. С чтением, аудированием у меня вообще все было зашибись. Короче, надушнила я прям хорошо. Действительно, выжила из этой школы максимум. Когда я приехала в Воронеж, я пообщалась со своим преподавателем на испанском. И он сказал, что, ну, действительно, мне бы уже в моей старой группе было бы... Ну, мне там просто уже нечего делать, потому что я опередила программу. И он меня отправил в группу B1, такую начальную. Я, конечно, была в шоке от осознания того, что на тот момент еще не прошел год. С момента, когда я начала заниматься испанским, вот именно с преподавателем. И меня уже отправили в группу B1. Это было очень классно, но очень сложно. Думаю, не только я была в шоке, мой преподаватель тоже был в шоке. Мне кажется, мой преподаватель был в шоке с меня просто вот все то время, что мы с ним занимались. Потому что это еще не конец истории, там еще много всего интересного будет. Сначала в группе B1 мне было достаточно сложно, потому что я ощущала, что у меня есть много знаний, но они все еще находятся в пассивном моем запасе. И потом, в октябре 2019 года, я решила провести эксперимент и выучить 350 слов за 7 дней. Это бред, не учите так слова, это понятно, что это просто эксперимент. Учите слова в нормальном темпе. Это было просто, чтобы попробовать, попытаться как бы сделать это и снять видео на YouTube. И мне кажется, это был второй раз, когда мой преподаватель был в шоке с меня. Со временем я догнала группу, в которой я занималась. Потому что я занималась очень много самостоятельно. Вот там в этой группе были две женщины, которые учили испанский просто для себя, просто вот для удовольствия. Что, конечно же, тоже замечательно. Но так как я была чокнутая, мне надо было в Испанию переезжать. Я очень много занималась самостоятельно. И я прям уже выучила очень много слов и уже грамматику начала хорошо использовать. Тогда же я начала смотреть сериалы в оригинале. Моим первым сериалом в оригинале был Эль Барко. И достаточно сложно было сначала смотреть этот сериал. Я прям вообще очень мало понимала в первых сериях. Но потом прям буквально вот с каждой серией было все проще и проще. Потом, я помню, смотрела Элиты и Ла Кассо де Папель. Ла Кассо де Папель я смотрела, представляете, с уровнем B1. Вот когда начинала. Это был самый сложный сериал с точки зрения испанского языка. Но, извините, голос профессора в оригинале того стоил, конечно. В 2020 году зимой или весной мы перешли на онлайн занятия из-за ковида. И оффлайн мы, кстати, в итоге так и не вернулись. Летом я перешла на уровень B2. И осенью я решила, что буду поступать на магистратуру в Испанию. И вот вы уже знаете, какой я чохнутая была до принятия этого решения. Теперь представьте, что происходило после того, как я решила, что буду поступать в Испанию. Я думала, что для поступления мне понадобится экзамен D или B2. Поэтому я начала понемногу смотреть, что там вообще есть в этом экзамене. Знакомиться с форматом. И делать некоторые задания. Начала учиться писать тестики для последних заданий. Там вот, насколько я помню, ну там были на выбор задания. Но я всегда делала формальное письмо и анализ графика. Писала я эти текстики просто для себя. Просто, чтобы учиться писать. Да, мне их никто не проверял. Плюс я занималась в группе, поэтому я не могла просто посреди занятия сказать. Ой, а проверьте, у меня тестик. Да что за сложное слово такое. Но однажды я все-таки упомянула, что я вот занимаюсь этим самым. И мой преподаватель сказал, что я могу ему скинуть какой-нибудь из своих текстов. Если я хочу, он может его проверить. И я действительно это сделала. И он его проверил. И там столько ошибок было. Просто кошмар какой-то. Там было вот такое сообщение с перечнем всех ошибок, которые я сделала. И в конце. Все хорошо, хороший текст. И я думаю, нет. Это не хороший текст. В общем, так я поняла, что смыслительное написание текстов, когда их никто не проверяет, оно как бы лучше, чем ничего. Но в то же время, конечно же, не очень это эффективно. Вообще, на 2021 год я себе поставила цель дойти до C1. Потому что меня вот избаловала вот эта моя история с быстрым переходом на B1. Поэтому я была уверена, что ну все, сейчас вот вот, и я перейду на C1. Но, конечно, тогда я еще не знала, что, например, с A2 на B1 перейти намного легче, чем с B2 на C1. Что там, на самом деле, с B2 на C1 там огромное количество информации. И вообще, в принципе, практики языка. И... Ну, короче, не так это все быстро делается. Весной 2021 года я поняла, что для меня занятия в группе вообще перестали быть эффективными. Я из-за того, что очень много занималась самостоятельно, перегнала свою группу. И мне было вот, ну прям скучно на занятиях. А так как другие участники больше учили испанские вот именно в удовольствии, нужно было часто повторять какие-то темы, которые я уже давно усвоила. Сейчас звучит, как будто бы я себя ставлю выше других. Но на самом деле, то есть, это абсолютно нормально и логично. Я тоже хочу когда-нибудь вот учить, например, итальянский. Просто в удовольствие, очень медленно и никуда не торопясь. Плюс я понимала, что мне нужно поступать в университет. Мне нужно, скорее всего, готовиться к экзамену. То есть, мне нужен индивидуальный подход. Поэтому я перешла на индивидуальные занятия с тем же самым преподавателем. Точно так же я занималась два раза в неделю по полтора часа. И на занятиях, ну, в основном мы готовились именно к Дели. Я прям очень почувствовала разницу между групповыми занятиями индивидуальными, когда ты сидишь и все, внимание тебе. И все вот эти полтора часа ты работаешь. И у меня так кипел мозг после занятий. Но мне нравилось, конечно. Было суперсложно, но классно. И сейчас хочу как раз-таки причислить учебники, по которым мы готовились к Дели. Это был кронометро, новой экзамен Дели и специаль Дели, курсу комплекту. И также мой преподаватель еще периодически находил какие-то дополнительные материалы. Несмотря на индивидуальные занятия, я продолжала еще очень много заниматься самостоятельно. Чуть ли, ну, мне кажется, каждый день, может быть, там, с перерывами в один-два дня иногда. Я хотела улучшать свое произношение, поэтому я заучивала скороговорки. И еще очень много читала вслух тоже, чтобы улучшать беглость речи. И помимо этого еще я просила задавать мне много домашки. Я вот недавно пересматривала один из блогов с того периода, где я встала в 5 утра для того, чтобы написать 3 эссе для занятий, которые у меня начиналось в 11. Эта девочка очень хотела в Испанию. Это еще не все. Осенью к вот этим вот двум занятиям в неделю я добавила еще одно разговорное занятие на Итоке. Просто там час я общалась с испанкой. Испанский присутствовал в моей жизни ежедневно. Я постоянно что-то читала, что-то писала, что-то слушала. Я учила его перед университетом, я учила его после университета. В университете я постоянно была с бумажками какими-то испанскими, там, сделала задания для Т или что-то писала. Еще я читала новости на испанском. Я не люблю читать новости, но я читала новости на испанском. И даже при этом мне было мало. Я, конечно, я очень уставала, да, его учить, конечно, я человек. Но вот именно использовать испанский я не уставала. То есть мне вот именно говорить на нем было в кайф. И если бы я могла себе позволить на тот момент финансово и с точки зрения времени заниматься разговорным испанским каждый день, я бы это делала, потому что для меня это было потрясающе. Также, и это снова еще не все, осенью 2021 года я начала немножечко учить историю испанского, ой, историю Испании на испанском. Я просто гуглила какие-то события из истории Испании, писала конспектики на испанском, читала это, соответственно, тоже на испанском. То есть просто какие-то рандомные сайты находила. В итоге оказалось, что Дели мне не нужно было сдавать, но я ни капли не жалею, что я готовилась к этому экзамену. То есть это, наверное, было очень классно, потому что это прокачало все языковые навыки. Там было очень много хороших выражений испанских, которые испанцы действительно используют. Я перестала готовиться к Дели, мы продолжили заниматься с преподавателем. Мы стали заниматься больше академическим языком. Я просила задавать мне что-нибудь, связанное с маркетингом, например, писать какие-нибудь текстики, опять же, какие-то эссе, связанные с маркетингом, потому что я собиралась поступать именно на маркетинг. Свою цель дойти до C1 в 2021 году я не выполнила, что в целом достаточно логично. Несмотря на то, что я занималась каждый день, это был нереальный срок. C1 — это все-таки очень высокий уровень, и чтобы до него дойти, нужно много знаний, много практики, много времени. И вот как раз-таки в конце 2021 года мы начали заниматься по учебнику C1, и все вот задания, которые мне скидывал преподавателем, все были для уровня C1, потому что для B2, как сказал мой преподаватель, мне уже не было смысла делать, и мне было очень приятно. Конечно, это еще не означало, что я прям уже дошла до C1, но я была где-то близко, и мне, в принципе, было классно осознавать, что вот я уже очень хорошо знаю испанки. Мы немножко занимались по учебнику витамина для C1, и вот как будто бы у меня есть воспоминания, что мне этот учебник понравился, потому что он был достаточно современным. Но я в этом не уверена. Конец 2021, начало 2022 года, я продолжаю заниматься испанским каждый день, я помню, я даже подсчитывала, я занималась этим каждый день, где-то полтора часа в среднем, очень много читала статей про маркетинг, здесь где-нибудь напишу, вот, какие сайты вспомнил, где я читала статьи про маркетинг, если кому-то интересно. Они были не очень познавательными, как мне кажется, но именно с точки зрения букавулярио было классно, то есть я прям узнавала больше, какие слова я могу использовать, говоря про маркетинг, про продажи и так далее. И также я тогда очень-очень-очень-очень много писала текстов, и я помню, вот, я в сторис-то выкладывала, меня все спрашивали, прям очень многие спрашивали, зачем ты это делаешь? Чтобы испанский выучить, зачем еще? Какой-то странный вопрос. Где-то в январе мой преподаватель по испанскому вернулся в Испанию, переехал туда со своей семьей. Мы какое-то время еще занимались, но в апреле он нашел работу другую в Испании, и наши занятия нам пришлось прекратить. И, кстати, это было прям в тот момент, когда я поступила, то есть я о том, что я поступила в университет, я ему уже сообщила в сообщении. То есть, да, этот преподаватель провел меня прям с самого-самого нуля до поступления в университет. В 2018 году, когда я приходила еще на первые занятия, я очень много всего спрашивала про университеты Испании, и вот в 2022 году я уже являлась студенткой испанского университета. Это тоже очень мило, мне кажется, что он видел меня, видел мой испанский во всех его проявлениях, прям еще когда я не могла двух слов связать в одном предложении, и вот, когда у меня уже был очень высокий уровень. Очень мило. Какое-то время после этого я занималась самостоятельно, продолжала читать статьи про маркетинг, писать что-то, смотрела блогеров, возможно, даже какие-то сериалы, но уже не вспомнил. Слушала подкасты, подкасты здесь напишу, надпись зайти в мое приложение, посмотреть, что я на тот момент слушала. Когда у меня уже самодисциплина была гораздо лучше, чем в 17 лет, я могла заниматься самостоятельно, но все равно самостоятельное изучение — это не то же самое, что заниматься с преподавателем. Несмотря на то, что в университет я уже поступила, у меня впереди была учеба, я понимала, что мне нужно было продолжать готовиться к учебе, в частности, вот, да, к использованию академического языка, и я начала искать себе преподавателя. Я не смогла найти себе преподавателя-носителя, в тот момент уже все интернациональные платформы не принимали российские карты, поэтому я просто пошла на профи.ру. Там я нашла преподавательницу из Москвы, я ей сразу написала свою цель, что я хотела именно изучать лексику, связанную с маркетингом, учиться писать заумные тексты и, в принципе, далее повышать свой уровень. С ней мы иногда брали задания из учебника «Фэри Феуно». Она мне задавала писать тексты про маркетинг, мне вот нравилось, что она действительно адаптировала уроки под мой запрос, это было очень ценно. Мы вот с ней занимались где-то три месяца, было хорошо, но не так, чтобы прям советовать всем своим друзьям. Ну и были пару моментов, которые мне показались странными, но ладно, это неважно. И с ней мы уже закончили заниматься где-то вот за несколько недель до моего переезда. Также в начале августа я вернулась к разговорным занятиям, я нашла себе испанца, с которым можно было поговорить. Мы с ним созванивались один раз в неделю, и вот как раз-таки с начала августа, и прям вплоть тоже до моего переезда, это было забавно, вот раз в неделю мы созванивались, он же в Валенсии, кстати говоря, и живет, и да, мы с ним встретились, когда я приехала в Валенсию, тоже было классно. И потом я приехала в Испанию. Вот каковы были мои ощущения уже, когда я приехала в Испанию, и мне нужно было говорить только на испанском с испанцами. Вообще спокойно. У меня есть вот, опять же, в том же влоге момент, где я говорю, вау, я говорю на испанском, я понимаю, я понимаю. Но на самом деле это было больше в шутку, наверное, и больше у меня был восторг, именно просто, что вокруг испанцы, и я могу говорить на испанском, наконец-таки не только со своим компьютером, но в плане, да, когда я там занимаюсь онлайн. Я очень хорошо подготовилась, я прям молодец, благодарна себе за это, и я прям не почувствовала действительно никакой разницы. У меня был восторг от того, что вокруг испанцы, и что теперь можно говорить на испанском вообще 24 на 7. Но это не было для меня сложно. Но в плане было непросто временами, потому что все-таки это не мой родной язык, но не знаю, как это объяснить. Но не критично, то есть я всегда находила выход из ситуации, если я не знала, как что-то там объяснить, свои какие-то эмоции, например, потому что эмоции всегда тяжело объяснять словами в принципе, а словами на своем третьем языке еще тяжелее. И это еще не все, вот этого я тоже не рассказывала. Когда у нас началась учеба, и мы начали делать всякие письменные задания, которые были очень объемными, я обращалась тоже к испанке, одной преподавательнице, и она мне помогала. В чем был смысл этой помощи? Вот у меня есть задание, я его сделала, я его выполнила. Я там выделяла некоторые моменты, в которых я не уверена, что слова там как-то правильно стоят, что это может быть как-то можно по-другому объяснить. Не понимала, насколько это вообще понятно будет другому человеку, который будет читать. Не понимала, а не составила ли я предложение, как вот я бы сказала по-русски, а на испанском так не говорят. То есть вот это вот мне было многое интересное, и она мне с этим помогала. Это было где-то 2-3 раза. Вот так она мне помогала. Но потом какое-то из заданий я сдала без ее вот этой вот проверки, и я получила 10 из 10. На самом деле преподавателям вообще все равно. То есть там никогда не было каких-то критических прям ошибок, из-за которых совершенно непонятно, что я хотела сказать. То есть все было нормально. Да, когда-то где-то, конечно, было понятно, что это было написано не носителем испанского. Но не было такой огромной необходимости в том, чтобы вот так вот перепроверять все за собой. Это просто была моя неуверенность в себе, в своих силах. И я в итоге написала этой девушке, что спасибо большое за помощь, наверное, мне сейчас уже не нужно перепроверять все. Поэтому, да, я могу сказать, ощущения от самой учебы во многом зависели от того, что я, в принципе, наверное, не самый уверенный человек в мире. Вот, и мне было грустно, что я, например, могу на русском как-то классно что-то сказать. Вот сейчас мне не получается, что-то классно на русском сказать, но я понимала, что на русском я могу сказать больше, чем на испанском, и более красиво. Но со временем это прошло, со временем стало легче. Я об этом очень много рассказывала в сторис, в рилс. Поэтому, кто знает, тот знает. Еще разок расскажу про все учебники, упомянутые в видео. Учебники Prisma, они были, в принципе, периодически на всех этапах моего изучения испанского. Я занималась по всем уровням, мне кажется, этих учебников. Но я не могу сказать, что они мне прям супер нравятся. Это не рекомендация, а просто ответ на вопрос, по каким учебникам ты занималась. Плюс, конечно же, всегда были какие-то дополнительные материалы преподавателя. К Дели я готовилась по коронометру, новый экзамен Дели и специал Дели курсу комплекту. И мне кажется, из этих учебников больше всего мне понравился коронометру. Но вообще, если вы прям готовитесь к экзамену Дели, то наверняка вам понадобится несколько учебников. И на уровне C1 я занималась опять по Prisma, и по Vitamina, и Cdc1. Вот такая вот замечательная история, где есть много моментов, которыми я горжусь, много моментов, которые были не такими приятными. Но тем не менее, история, как по мне, очень классная. До P2 я дошла за где-то полтора-два года, и до C1 я дошла за, ну, наверное, 3,5-4 года. Надеюсь, эта история вам понравилась и прибавила вам немножечко вдохновения. Не забудьте посмотреть видео про переезд, оно тоже очень-очень классное. И не забудьте также подписаться на другие мои соцсети, если вы еще не подписаны. И у меня осталось буквально 0 секунд на карте памяти. Но так как мне осталось только попрощаться, я решила, что я не буду сейчас это все скидывать туда-сюда, а удалять что-то. Просто скажу вам большое спасибо за просмотр этого видео. Желаю вам успехов в изучении этого замечательного языка. До новых встреч. А, фоловьте свои мечты, наслаждайтесь жизнью. До новых встреч.